Всем привет! Это новости Турции. Если вы впервые открыли подобное видео, я вас проинформирую. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, информацию, что здесь интересует людей на русский язык. Делюсь с вами этими новостями Турции, отбираю их самостоятельно, так как считаю, выбираю информацию, которая поможет быть чем-то иностранцам в Турции или может быть для них чем-то интересным и занимательным в том числе. Я не истинно в последней станции, я не профессиональный журналист. Это мой личный блог. Так что давайте приступим. Сегодня у нас будет больше информации об экономике. Из последнего интересного, буквально позавчера у нас опустилась, зафиксировалась цена на бензин и опустилась практически на 1 лир на 68 курошек. Короче, сейчас литр бензина в Турции стоит 18 турецких лир. Да, это многовато. И Турция вообще, в принципе, всегда в любые времена была в самом топе стран в мире по стоимости горючего. Государства сейчас в политике придерживаются, начинают гнуть линию к выборам того, что мы фиксируем цены, мы фиксируем, стабилизируем экономику и мы фиксируем, стабилизируем инфляцию, не даем ей расти и так далее. То есть сейчас все направлено на это, успокоить людей к выборам, чтобы они, скажем так, здраво подумали, кого они хотят выбирать. И в связи с этим четыре крупных марки — это Carrefour, Migros, Happy Center и Shock Market. Эти четыре фирмы — это гиганты в сфере продаж, это магазины продуктовые и всего-всего прочего. Так вот, они зафиксировали просто на тысячу товаров продукты, стоимость их на какой-то период времени, естественно, не навсегда. Я думаю, что это на ближайшие пару месяцев что-нибудь сдерживать цены. Это, естественно, для них плюс — это маркетинг, это привлечение клиентов, чтобы пошло больше людей. А, естественно, сопутствующие продажи будут придать не только за молоком, которое зафиксировано по цене, правильно? Но купите еще при этом, например, рис, масло, сыр или еще что-то, то есть привлечение покупателей платежеспособных. И классный пиар, да, и это очень белый красивый пиар, чистый, назовем так, да, то есть ты благодетель, молодец, хорошо помогаешь и так далее. Но это тоже с подачей властей, потому что в ноябре месяце, в декабре, перед Новым годом они давили очень на торговые сети, был небольшой скандал, но я это особо не объявляла по новостям, не очень многие этим интересовались. Я подумала, что для иностранцев это будет не очень интересно, внутренняя такая кухня, но все же немножко расскажу. Государство очень давило на BIM, на Migros и на AUSBIR, в частности, вот эти три фирмы, обвиняя их тем, что они завышают цены. Так как я вообще с этим бизнесом очень на короткой ноге в курсе, у меня муж этим многим занимается байерством в этих сетях, я вам скажу, что там абсолютно те цены, которые соответствуют инфляции, курсу доллара валют в стране на данный момент, никто там ничего не накручивает на самом деле, и говорит о том, что, ну, конечно, удобно скинуть всех собак на кого? На тех, кто якобы поднимает, завышает цены, то они такие плохие, а мы все такие в белом пальто хорошие. И дабы этот конфликт не затянулся до судебных тяжб, нашли вот такой компромисс, в общем, типа, они за свой счет, на самом деле, в себе в убыток эти компании, а я вам больше скажу, кто радуется этому, почему, если вы знаете немножко экономику, компании никогда из своего кармана ничего не достанут себе в убыток и в минус не сделают, это все за счет, опять же, клиентов и надбавки на другие какие-то товары, они, и плюс еще это будет урезка, скажем так, какие-то премии и все прочее, зарплат сотрудников, которые работают в этих сетях. Вот, так что имейте в виду, что у нас здесь в этом плане происходит. Это вот плавно к выборам. Я им в прошлый раз говорила, что в парламенте обсуждается, правящей партией сейчас предложение было вынесено, чтобы выборы провели раньше, и оппозиция демократы, они объединенная партия группная, они сказали, что да, мы согласны, у них было совещание большое, дата выборов еще не назначена, но поговаривают о том, что это даже в апреле месяце может пройти. Представляете, это сейчас январь, февраль, март и апрель в четыре месяца, а не полгода, представляете, на 1-3 они просто урезали этот срок, потому что очень сильно идет прение сейчас, распри, накал очень большой, они понимают, какая-то сторона, что они не вывозят, и, соответственно, сейчас пытаются сократить это время, чтобы это настало гораздо быстрее. Но напомню, что до сих пор кандидата оппозиционного не выдвинули, это буквально в ближайшее время произойдет, в ближайшие недели. И, скажем так, от мэра Стамбула пока что немножко отстали, его очень сильно полоскали в новостях, пытались его приписать, вообще все, вспоминали любые грехи, это, естественно, так работает информационная политика, война информационная, но те, кто за него как бы остались при нем, то есть особое-то какого-то смятения в массы, чтобы кто-то поменял свое мнение как избиратель и повлиять на них это не удалось, короче говоря. В общем, здесь ужесточен интересная борьба. Опять же, на фоне этого, недавно у нас выступление, периодически, там раз в неделю, будет раз в две недели по-разному, онлайн выступает президент с различными заявлениями перед парламентом или перед людьми, перед каким-то совещанием и так далее, то есть либо это с публикой, с людьми, с живой аудиторией, либо с избирателями конкретно, либо в парламенте где-то, с правящими партиями и так далее. В общем, онлайн всегда выступление идет, он там не по бумажке от себя говорит, что думает про экономику, про политику, курсов страны, и все тогда. И так далее, что правильно так и должно быть. У него есть контакт, назовем так, с народом, со своей страной. И было заявление вот в таком онлайн выступлении президента о том, что вот конвенция Монтрё, я ее придерживался, не нарушил ее Стамбул, поэтому не было ожесточения, и война не перешла в Черноморское побережье, вот в Черное море везде, что-то все спокойно. Там мины тогда вначале, помните, поплавали, кораблям не дали пройти со стороны России. Вот эта конвенция Монтрё, которая работает международная. И вот поэтому у нас здесь все как бы тихо, спокойно. Я, в общем, Черное море держу под присмотром. Не переживайте, если я здесь на месте, все будет в этом плане хорошо. В общем, да, людям эта информация нравится, они на это реагируют, считают, что он молодец, и это его заслуги. Но опять же скажу, это не меняет кардинальное мнение того, кто, например, против. Они это слушают, соглашаются, но остаются при своем. То есть я здесь отмечу, что у людей довольно-таки развито критическое мышление, как они воспринимают информацию, не свято там во все верят, но как-то анализируют. Не все, конечно же, но очень многие люди анализируют, делают какие-то свои выводы и остаются при своем мнении в итоге. Кто здесь живет для приезжих, кто с ВНЖ, с квартирами и всем прочим, думаю, для вас это будет, кто снимает здесь жилье, для вас это будет интересная информация. Это с июля месяца 23-го года, то есть 1 июля 23-го года в Турции отменяется поправочка в законе, которая урегулировала поднятие аренды жилья на 25%. То есть, вы знаете, здесь работают законы, да? И вот вы, например, снимаете жилье, арендуете. Почему здесь проблема снять квартиру, получивая жилье? Вы сразу прописываетесь автоматически, оплачивая квартиру и жилье, вы получаете прописку. У нас был такой закон о том, что если вы заключаете контракт на аренду жилья и, например, рост экономических проблем или еще что-то в стране, я имею в виду курс валюты уменяется срочно, короче, цены на квартиру, то арендодатель может поднять цену максимум на 25%, пока действует ваш этот годичный договор. Больше он не имеет права, если он это делает больше, то вы можете с этим договором аренды, есть официальная прописка, все у вас в порядке с документами, вы идете спокойно в суд, можете отсудить это, отменить это решение, вы не должны, не обязаны сверху платить 25%. То есть, представляете, это действительно работало, и люди, которые снимали квартиры, когда они в цене начали расти, год назад, на самом деле, подальше, пораньше, получается, что кто заключил контракт на год вперед, резко в один момент начали расти цены, они остались при таком же уровне оплаты, как это было и раньше. И вот с июля 2023 года это правило будет отменено. Официально заявили о том, что это было временным решением для урегулирования, для помощи арендодателям, для того, чтобы они могли поднять вообще, если заключил договор, по сути, ты по нему вообще не имеешь права в течение года поднимать арендную плату. Но в случае экстра каких-то ситуаций у арендодателя было право, ну, 25% сверху, если прям вообще, короче, прижало, можно было поднять, но не больше. Вы же знаете, это было правило для всех, в принципе, удобное. Для тебя, как аренда съемщика жилья, выгодно, ты знаешь, больше 25% не накинут, не начали оплачивать, выше этого не надо, будет прямо экстра, да, два раза не подлезти цена. Также арендодателю удобно, что если, ну, прям экономически, все прочее, рынок, конкуренция, то можно чуть-чуть приподнять стоимость, там, компенсацию какую-то получить. Так что теперь этого правила у нас нет, и теперь все это будет поднятие цен в течение, например, года или еще как-то на рыночных условиях. Короче, как договоритесь, никакого теперь законного правила нет, и вы не можете пойти в суд с такой претензией, к сожалению. С одной стороны, проигрывают каждый по-своему, кто-то выигрывает, выигрывают, по сути, арендодатель, потому что они теперь могут заменчивать цены, не нравится, вставай, уходи, вот такое. Но, с другой стороны, все равно за вами остается право судебной тяжбы, если у вас контракт годовой, то есть вам в любом случае придется каким-то образом договариваться и тоже, скажем так, не съезжать сразу с квартиры, бодаться, ругаться, что-то там отстаивать и так далее. То есть какие-то расприлились судебные все равно остаются, но вот теперь вот этих рычагов давления поведения гораздо меньше, конечно. Вот один из них убрали. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки под видео. Это очень помогает продвижению канала. Кому нужна моя психологическая консультация в инфобоксе, я оставляю свою почту. Пишите на почту консультация. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok